Бюджет Хабаровского края на 2021 год утвердили краевые депутаты в окончательном третьем чтении. Несмотря на экономический кризис на фоне пандемии, доходная часть и дефицит бюджета сохранились на уровне прошлого года. В заседании Законодательной Думы принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. Репортаж Антона Петровича. К третьему чтению в бюджет края не поступило ни одной поправки, поэтому параметры главного финансового документа по сравнению со вторым чтением остались прежними. Доходы около 115 миллиардов рублей, расходы 122,5 миллиарда, дефицит почти 7,5 миллиардов рублей. По мнению представителей фракции ЛДПР, которые составляют большинство в краевом парламенте, в бюджете учтены все необходимые параметры. Это улучшение качества жизни жителей нашего края, строительство новых социальных объектов. Это и фельдшерско-акушерские пункты, детские садики, строительство амбулаторий у нас в наших районах. Фракция «Единая Россия» также поддержала бюджет на 2021 год, хотя во время первого чтения ее представители голосовали против проекта. Но, как было сказано сегодня, пожелания фракции были учтены уже ко второму чтению. Ко второму чтению на комитете, когда мы рассматривали, было добавлено 4 миллиарда 700 на развитие здравоохранения и миллиард 600 до конца года. И ко второму чтению голосовали «за». И сейчас будем голосовать «за». Против принятия нового бюджета на всех трех чтениях выступали депутаты от партии КПРФ. По их мнению, в главном финансовом законе региона на протяжении многих лет нет точек развития. Кроме того, некоторые статьи расходов авторы бюджета сократили. Например, по той же онкологии, по сравнению с 2020 годом, у нас снижение идет практически в два раза. Снижение идет по реальному сектору экономики, на сельское хозяйство намного меньше тратится денег. Программа развития промышленности Хабаровского края так не заработала. Между тем, сами разработчики бюджета, а это Краевой Минфин, говорят о том, что по сравнению с 2020 годом доходы Краевой казны выросли на 3,6%. Впервые с 2012 года будет проиндексирована часть краевых пособий и выплат. Выделены средства на строительство 80 капитальных объектов. Принят своевременно, без проволочек, и мы уже можем планировать на работу и расходы на следующий год, уже сегодня. Мы приняли социально ориентированный бюджет. В нем 65% расходов направлены на поддержку людей. Принятие краевого бюджета стало возможным после утверждения федерального. В 2021 году Москва выделит Хабаровскому краю в виде трансферов и субсидий более 34 миллиардов рублей. Это почти треть от доходной части региональной казны. Антон Петрович, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».